Ой, всем доброе утро! Серёжа сегодня чем-то очень увлечён и ничего вокруг себя не замечает. Чертил чертёжник свой чертёж? Программу начинай, Серёж! Каркуша, ну ты меня так напугала! Доброе утро, ребята! А чем это ты занимаешься? Чертишь план города или рисуешь карту для поиска сокровищ? Не то и не другое, Каркуша. Дело в том, что в последнее время я увлёкся геометрией и сейчас чертил различные фигуры. Ну, тогда топ-5 лучших геометрических поделок тебе понравится. О, как здорово ты придумала, Каркуша! Я с удовольствием посмотрю. На пятом месте рейтинга волшебный волчок. Начинаем! Закручиваем его как следует и... Ух ты, здорово! Давай посмотрим, что же происходит. Я вижу, что треугольник превращается в круг. Верно. При быстром вращении фигуры начинают сливаться, и треугольник действительно превращается в круг. Это называется оптическая иллюзия. Треугольник превращается в круг. Хм, какой интересный эффект. Одна поделка, а мы уже можем говорить и о геометрии, и о физике. Знание геометрии нужно при строительстве домов, мостов, различных сооружений и кораблей. А еще геометрию можно встретить в искусстве. Картины с изображением разных геометрических фигур есть в музеях и галереях. Вот я думаю, не там ли сейчас наша картина? В рейтинге она на четвертом месте. Аккуратно поддеваем изоленту и отклеиваем ее. Готово. Ух ты! Получаются ровные белые полоски. И они отделяют одну фигуру от другой. Аккуратненько. С этой, с другой стороны. И... Замечательно! Какая красота получилась! Какая яркая и необычная! По-моему, Каркуша, у нас действительно получилось настоящее произведение искусства. Картина? Это прекрасно! Но ее нарисовал и все. А я больше люблю, когда наши поделки можно использовать не один раз. Ага, ты знаешь, Каркуша, я вспомнил целых три таких поделки. И одна из них – геометрический конструктор из нута и зубочисток. Предлагаю ему отдать третье место. Я согласна! Каркуша, твой октайдер готов. Принимай работу. Ой, как хорошо получилось у тебя! Молодец, Сережа! Ой, очень замечательный и оригинальный конструктор! У нас в мастерской, оказывается, было немало геометрических поделок. Но в нашем рейтинге осталось только два места. И займут их самые достойные. Хм, скажи мне, пожалуйста, какую поделку ты выбираешь? Я? А головоломку-пирамиду? Она такая красивая! И вполне достойна второго места в нашем рейтинге. Кладём вот так. Так, вниз. Вниз, потом. Коротенькую. Коротенькую. Потом сверху ещё раз коротенькую. Сверху коротенькую ещё раз. Приставляем вот здесь, справа и слева, две коротенькие. Коротенькие, да. И вот тут, видите, ребята, свободное место. Отлично помещается длинненькая пирамидка. Готова? Запомнила, запомнила! Ура, ура! Отличная головоломка-пирамидка у нас получилась! И очень красивая кар-кар-кар! Чудесная пирамидка! И очень полезная! Да, на примере этой поделки родители могут познакомить ребят с шаром, треугольником и пирамидой. А вот у оказавшейся сегодня на первом месте геометрической доски тоже много познавательных возможностей. И сделать её совсем не сложно. Да, и только лишь при помощи кнопок и канцелярских резинок. На доске можно построить квадрат, прямоугольник, треугольник и... А об этом смотрим далее. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть! Да, действительно! У этой фигуры шесть углов! Абсолютно верно! Каркуша, кстати, на нашей волшебной доске можно сделать ещё одну геометрическую фигуру! Да? И какую? Сейчас покажу! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Вот, Каркуша, это прямая! Теперь действительно всё! Да, здорово у тебя получилось! А самое главное, что на этой доске можно будет создавать разные фигуры бесконечно! Ну вот, друзья, сегодня мы вспомнили лучшие пять геометрических поделок! Да, и одновременно мы стерили, играли и учились! А это так здорово! Учёба не должна быть скучной, помните об этом, ребята! И тогда учиться вам будет легко и интересно! А мы придумаем для вас ещё много разных познавательных поделок! Смотрите наши новые выпуски и вмастерите вместе с нами творчески и с удовольствием! Увидимся! Кар-кар-кар!